Общая площадь больше 5000 квадратных метров, три этажа, стоимость работ 245 миллионов рублей. Контракт на строительство детского сада в 103 микрорайоне был подписан 1 февраля. Возводить новый объект будет фирма из Кирова. Котлован уже готов, практически наполовину уже забиваются первые сваи. Детский сад прошел государственную экспертизу, получил положительное заключение. И у нас нет никаких сомнений, что он будет построен вовремя и с учетом самых современных норм безопасности и комфорта. Детский сад рассчитан на малышей всех возрастов. Будет 4 ясельных группы, 3 дошкольных и 4 для ребят от 5 до 7 лет. Это дошкольное учреждение будет меньше по площади, чем построенное в прошлом году два детских сада. Оно может принять 220 детей. Мы до сих пор огромное количество детей, исчисляемое сотнями, возим за мост каждый день и потом возвращаем их. Это, конечно, некомфортно для родителей, это неудобно. Это, естественно, очень большая нагрузка и на инфраструктуру транспортную города. Поэтому любой подобного рода объект – это всегда большое счастье, можно даже так сказать, и для родителей, и для детей. 103-й микрорайон полностью застроен домами. Есть только два пустыря. На одном из них сейчас и идет стройка. У некоторых жителей близлежащих домов были претензии по поводу этих работ. Это и шум от забивающихся свай, и грязь от грузовиков. Власти активно работают по этим вопросам и с череповчанами, и со строителями. У нас тут рядом действующая школа, в которой есть 940 ребят. Школа начальная. Вот они маленькие, как раз все вот это, они бегали в школу вот здесь. Потому мы договорились, что будет вот этот пузинный забор. И дальше, буквально сегодня обсуждали, что мы над забором закроем вот здесь, потому что как раз есть тяжелая техника, и ребята как раз тут бегают. То есть вот сейчас нужно будет додумать вопрос вот этой безопасности, чтобы детки не ходили там, где ездят грузовики. Детский сад в 103-м микрорайоне – федеральный проект. Объект обязательно должен быть построен в этом году. Новое дошкольное учреждение откроет свои двери для воспитанников сразу же после дня города, 5 ноября. Нам 2,6 уже было бы, вы уже пошли бы. Пока нет еще вот, ждем построить новый садик. Мы туда пойдем. Евгений Макеевский, Александр Шагичев, Сергей Павлов. Новости.